Всем привет! Ну что, зацветают мои клематисы. Первым зацвел, по-моему, это Blue Explosion. Здесь у меня растет Cardinal, Blue Explosion и Dr. Rupert. Так вот, Dr. Rupert и Blue Explosion, они чем-то похожи, вот я не помню. Вот это, наверное, будет Dr. Rupert, а Blue Explosion, он более массивный, у него вот такой вот прирост этого года, вот, и он тоже уже, в принципе, готовится зацвести, вот бутончик и вот бутончик. Так вот, этот, скорее всего, зацветет однолепестковыми сначала, а на следующий год будет цвести уже пышным цветением, потому что в прошлом году на предыдущих ветках у него было пышное цветение, махровое такое, а на однолетних приростах было однолепестковое, ну, примерно вот как здесь. Здесь же наоборот, видите, вот идут старые веточки, на нем есть приросты, и они вот однолепестковые такие, ну, крупные цветы, да, вот. Зацвел мой кардинал, первый бутон распускается, это прирост тоже текущего года, хотя есть здесь вот старые веточки. Ну, пока еще так, первое цветение, вот они, один куст растет, второй куст растет, и вот этот массивный, третий, самый вот отбился от корня, и он у меня вот такой вот большой. Я вам уже показывала, как я подкармливала азотно-фосфорными удобрениями, и вот так вот завесну наросли такие вот лианы. Ну, на второй год после посадки я считаю, что это, в принципе-то, и отлично, и даже вот этот вот клематис нарастил мощные ветки, значит, корневая у него прожилась, и все хорошо. Хорошо пошел расти кардинал, я смотрю, тоже попер вверх, значит, ему тут понравилось. И вот этот, ну, в принципе, этот не так сильно растет, я смотрю, но что делать, что делать. Посмотрим, может, ему чуть-чуть больше времени надо разогнаться. Ну, а так, в принципе, красиво. Я думаю, что на следующий год здесь вся моя шпалера будет уплетена. Вот думаю, еще, ну, не знаю, на зиму опускать, плетья не опускать. Надо экспериментировать, пробовать. Вот, ну, в принципе, вот этот за зиму вымерз, но он отлично пошел в рост. Значит, его можно обрезать коротко, ну, хотя бы на метр вот так вот в высоту. Тогда здесь будут такие махровые цветы, а вверху будут однолепестковые. Этот будет однолепестковый, ну, тоже. Ну, по сравнению с этим клематисом, эти немножко такие, они сильно рослые. А этот, видите, как попер, 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 он вверх ушел. Посмотрим, что к осени у меня здесь нарастет, как заплетет и как оно будет свести. Ну, вот так, в принципе, подкармливала несколько раз удобрениями для роста, перепелиным пометом подкармливала, подкармливала затнофосфорными удобрениями. Хороший полив нужен обязательно, без полива клематисы тоже тяжело наращивают зеленую массу. Поэтому полив, 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 особенно в эту вот жару. Ну, вот так, в принципе, пока ничего сложного я не вижу. Все отлично. Жду, когда зацветет еще один сорт. Если вам интересно, я чуть-чуть попозже вам покажу, как он цветет. Вы видите, да, что у него даже листья намного крупнее, чем у того же кардинала. Вот, и у того же, например, доктор Рупер. Или-то наоборот. Или наоборот, этот доктор Рупер, а тот, как говорится, блюк склужен. В общем, надо залезть в каталог и вспомнить. Ну, вот так выглядит пока моя шпалера для клематисов. Как я ее делала, тоже есть видео на канале, плейлист строительства. Ну, пока, всем до встречи!